Издательство Эксмо. Уэйн Дайер. Измените мысли, изменится и жизнь. Осознанный подход к древней мудрости Дао. Моему отцу, Мелвину Лайлу Дайеру. Хотя я никогда не знал тебя, после глубокого осмысления Дао, я наконец-то все понял. Все прекрасно сейчас и было всегда. Я люблю тебя. Предисловие. Прогресс невозможен без перемен. И тот, кто не может изменить свое мышление, не может изменить ничего. Джордж Бернард Шоу. Измените свои мысли, изменится и жизнь. Таков результат моих многолетних изысканий, анализа и прикладных исследований древнекитайского трактата Дао Дэ Цзинь. Книги мудрости, которая за исключением Библии является самой переводимой в мире. Многие ученые считают эту книгу совершенным размышлением о природе бытия. И она продолжает оставаться ценным источником для достижения такого способа жизни, который приносит чистоту, радость, счастье, мир и гармонию. Совсем недавно я прочел про одного человека, преодолевшего тяжелую наркотическую зависимость, читая и перечитывая 81 стих этого древнего текста. Только представьте себе, менее чем в 100 коротких отрывках описывается способ жизни, который является сбалансированным, нравственным и духовным, который применим во всех аспектах жизни на Земле. Согласно легенде, автором Дао Дэ Цзинь является Лао Цзи, мыслитель, который служил хранителем государственного архива в древней столице Луаянг. Огорченный упадком государства в период войн, Лао Цзи принял решение покинуть свою должность и уйти на запад в пустыню. В Ханку-Пас он встретился с начальником пограничной заставы по имени Инси. Тот знал о безграничной мудрости Лао Цзи и упросил его написать книгу, в которой была бы изложена суть его учения. Так и появилась великая книга Дао Дэ Цзинь, состоящая из пяти тысяч китайских иероглифов. Сколько бы я не читал и происхождение этой книги, я так и не смог найти конкретного ответа о времени ее написания. Но знаю точно, что на сегодняшний день существует тысяча версий ее перевода практически на все языки мира. Однажды, прочитав утром этот древний текст в полдень того же дня, обнаружил еще один, но уже с другим истолкованием, меня это заинтересовало. Я заказал несколько переводов книги, пять из которых были достаточно старыми, а пять – более современными. Точных исторических данных, как о самом Лао Цзи, так и о происхождении его стихов не существует. И меня восхитило то, как эти пять тысяч китайских иероглифов были переведены и истолкованы теми учеными, чьи переводы я изучал. Это действительно не может не восхищать, особенно если учесть, что многие из этих древних китайских знаков более не существуют и в настоящее время истолковываются по-другому. И тогда я решил написать эссе для каждого стиха, руководствуясь с целью показать ту ценную мудрость, которая может быть актуальной и в 21 веке. Изученные мною 10 переводов я собрал воедино в книгу «Измените свои мысли, изменится и жизнь», основываясь на ощущениях того, как они затронули меня. Эта книга является моим собственным толкованием Дао Дэ Цзин. Каждый стих, который дал мне возможность проникнуть в суть жизни и природы. Когда вы будете слушать ее, помните о том, что она содержит то, что на мой взгляд относится к наиболее важным и полезным аспектам, изученным мной в тех 10 переводах Дао Дэ Цзин. Заранее приношу извинения за тот материал, который не был включен в эту книгу, а также за тот, который был включен, но может показаться кому-то недостаточно подходящим. Одной из особенностей Дао Дэ Цзин является то, что она заставляет читателя задумываться, а иногда и глубоко поразмыслить, особенно над иронией и парадоксом, с которыми Лао Цзин заставляет нас посмотреть на жизнь. Если вы считаете, что применение силы является достойным ответом, то Лао Цзин призывает вас увидеть ценность в смирении. В ситуациях, когда действия окажутся необходимыми, он просит вас подумать о бездействии. Если вам кажется, что цепкая хватка поможет вам овладеть тем, чего вы хотите или в чем нуждаетесь, он советует освободиться от этого и быть терпеливым. И что это такое, что носит имя Дао? Как нам говорят в первом стихе, дать ему имя – значит потерять его. Поэтому самое лучшее, что я мог придумать, так это то, что Дао является некой высшей действительностью, всеохватывающим источником всего. Дао никогда не начинается и не заканчивается, ничего не делает, но все же вдыхает в жизнь во все существующее в мире формы границ, которое называется миром десяти тысяч вещей. Если исходить из названия Дао Дэ Цзин, то обычно Дао истолковывается как путь, Дэ – как форма и сила, то есть то, в чем проявляется Дао, и Цзин – как книга. В любом переводе, к которому мне приходилось обращаться, слова «путь» и «дао» пишутся за главные буквы так же, как и слово «д», как дополняющий этот путь, свет или цвет. Когда я смотрю на имя, которое я ношу вот уже 65 лет, Уэйн Дайер, я понимаю, что возможно именно оно подтолкнуло меня к изучению и написанию этой книги. Как вы видите, первые три буквы моего имени образуют слово «уэй» от английского «путь», в то время как «дайер» от английского «красильщик» – это тот, кто добавляет цвет и цвета. Поэтому неудивительно, почему я полностью погрузился в изучение, чтение, написание, истолкование, и самое главное – в практикование этой 81 главы. В своей работе «Мудрость Китая и Индии» доктор Лиин Ютань пишет «Если говорить о книге во всей восточной литературе, которую нужно прочитать прежде других, то это, на мой взгляд, книга «Адао» Лао Цзи». Это одна из мудрейших книг мировой философии. Слушая и изменив свои мысли, измените свою жизнь и проходя сквозь таинственную и практическую философию Лао Цзи, вы найдете свой путь, а также радость и счастье от того, что сможете привнести эту мудрость в свою жизнь. Работая над этой книгой, я полностью отдался тем идеям, которые не всегда казались подходящими линейному и рациональному подходу, и это изменило меня таким образом, каким является сам Дао – необъяснимым и неописуемым. Я знал, что потрачу год на этот проект, создание этой книги происходило следующим образом. Я просыпаюсь около четырех часов утра, медитирую, выпиваю сок, принимаю добавки и иду в мое священное пространство, где работаю над книгой. На моем столе лежат рисунки с изображениями Лао Цзи. На одном он одет в простую одежду, на другом он стоит с посохом, на третьем – сидит верхом на быке. Я приступаю к работе и читаю один стих Дао Дэ Цзин, позволяя словам быть со мной и призывая силы внешнего и внутреннего мира просветить меня. Несколько параграфов содержат идеи, которые кажутся обращенными к политическим лидерам. «Все же во всех я думаю о простых слушателях». Другими словами, я ищу мудрость для каждого, а не только для тех, кто занимает высокие посты в правительстве или бизнесе. Я написал пару заметок, и следующие три дня буду думать о том, что хотел сказать Лао Цзи. Я прошу Дао быть со мной во всех моих делах. Измени свои мысли, Уэйн, говорю о себе, и посмотри, как изменится жизнь. И мои мысли действительно меняются. Я чувствую Дао, он всегда рядом со мной, ничего не делая, но и никогда не оставляя ничего незавершенным. И теперь я вижу, действительно вижу, насколько поменялось все вокруг меня. Люди, которых я вижу, Божьи создания, которые игнорируют собственную природу, или что еще хуже пытаются вмешаться в дела других людей. Сейчас у меня иной взгляд. Я чувствую себя спокойным и терпеливым. Я постоянно помню о циклической природе мира десяти тысяч вещей, и обладаю могущественным озарением, изменяющим то, что я вижу. Я знаю, что мы, люди, подобное покою природного мира, и то, что печаль, страх, разочарование или любые затруднения не могут длиться вечно. У природы нет шторма, длящегося вечность. В несчастье прячется счастье. Размышляя и затем применяя мудрость каждой отдельной главы, каждое утро я смотрю на изображение Лао Цзи, спрашивая, что ты имел в виду? Как это применить здесь, сегодня, в отношении каждого, кто желает жить, согласно этому великому учению? Затем происходит просто невероятное. Все становится на свои места и приходит осознание. Через годы, через воздух, через мою фиолетовую ручку, на страницу сами струятся слова, складываясь в предложение. Я знаю, что я не владею им. Я знаю, что я не могу прикоснуться к нему, почувствовать его, увидеть его или даже назвать его.